Друзья, у нас редкие кадры. Крупный налим вышел в берег погреться, почилить на солнышке. И сейчас, если мне удастся, я его поймаю. Есть, ребят, есть. Вот такой вот трофей. А сейчас я всем вам покажу, как правильно его разделать. Дорогие зрители, всем привет! Если вы все смотрите это видео, значит вы где? На YouTube-канале Игрус Легаловс. Друзья, это видео будет просто бомбически полезным и очень серьезным. А серьезным будет тем, что у нас есть вот такая вот рыба, как налим. Ребят, посмотрите. В этом видео мы будем вам показывать правильную разделку такого трофейного налима. охота. Мы были на подводной охоте с моим напарником Эдгаром. Были на Чуском озере. И если вы не видели это видео, где мы стреляли трофейных налимов, обязательно заходите на канал, подписывайтесь и смотрите. И мы начинаем разделывать. Ребят, что для этого надо? Первое. Пластиковый поднос. Второе. Это хороший, острый, разделочный ножик. Филировочный ножик. Филировочный ножик должен быть мягкий. В меру мягкий, ребята. И очень острый также. Плоскогубцы. Вы все удивитесь, зачем нужны плоскогубцы, ребята. Я расскажу чуть позже. Тара для печени налима. Печень налима – это деликатес. Ребят, я думаю, вам про него рассказывать не надо. Вы знаете, что печень налима – это просто самое вкусное, что есть вообще. Потом пакеты, мусорные пакеты будем использовать для отходов. И вот такой вот пластиковый тазик. Начинаем. Самое важное, что надо знать только при чистке налима. Это то, что у него есть вот такие вот жабры, как у любой рыбы. Вот здесь. И перед тем, как мы хотим снять с него кожу и разделать его на филе, а мы это будем делать, берем два пальца, засовываем ему сюда под жабры и стараемся вот тут вот надрывать кожу. Видите, ребята? Видно на видео, вот я просунул два пальца, надорвал, и внутри появилась прослойка между кожей и мясом налимом. И также, если мы будем это делать дальше, вбок, то эта кожа, она будет, видите, посмотрите, она отрывается от мяса рыбы, то есть как чулок. Этого это обязательно надо знать и делать в первую очередь. То есть засовываем пальцы и надрываем кожу. После того, как мы надорвали, засунув пальцы кожу вот в этом отрезке, между головой и спиной, надо надорвать всего лишь сантиметров семь кожи. Вот в этом месте, где мы его надорвали, мы берем острый разделочный ножик и делаем надрез по всему диаметру налима. это выглядит так. Очень важно, друзья, делать надрез, видите, плавники между головой и плавниками, не за плавниками, а перед плавниками, ближе к голове делаем надрез. И то же самое делаем с другой стороны. У него получаются здесь как жаберные кости, если слышно, я сейчас ударю, слышно, не слышно, здесь крепкая такая, как идет жаберная кость и по ней мы доводим ножиком до центра головы. Две линии надреза у нас должны соединяться в одну, вот здесь. Кожа, плавник. Мы берем палец и стягиваем. Посмотрите, кожа налима слезает, как чулок. Посмотрите, какой у нас плавник. То же самое мы делаем с другой стороны. Надрываем пальцем. Видите, вот у нас. И так же само, как чулок, мы ее вытаскиваем. Смотрите, как все легко и просто. То же самое мы проделываем с остальными маленькими палничками. Вытаскиваем ее изнутри. А здесь надрываем. Вот такое у вас должно получиться в первой части его разделки, когда голова и кожа отделены и вот так у вас получается снято чехлом. Как чехол. А сейчас начинается самое интересное. Чем крупнее налим, тем легче с него снимать кожу. Друзья, я взял вот такие плоскогубцы, но судя по всему они мне не понадобятся, потому что данный налим, который мы поймали на Ческом озере, где я еще раз повторюсь, видео также есть у меня на канале, мы плоскогубцы использовать не будем, потому что плоскогубцами обычно мы снимали кожу с более мелких налимов. А с этим смотрите, что мы делаем. Берем за часть кожи, которая снята и снимаем как шкуру вниз. Вы просто посмотрите, ребят, как у вас должно получаться. Просто тянем жестко за кожу вниз. Посмотрите, что немаловажно. видите, весь хребет с костями, то, что обычно мы с рыбой вырезаем, это все уходит вместе с кожей. И у нас остается вот такое вот место чистое, которое уже в принципе не надо чистить. Завершаем. смотрите, что у нас осталось. У нас осталось вот такая вот чистая кожа, как будто мы сняли ее со змеи. Сейчас я выверну наизнанку. ребят, если бы здесь не дырка тонального отверстия на лима, я бы сделал бы жене в подарок один сапог. Берем наши любимые плоскогубцы и отрываем первое, это также вырываем вот этот вот спиной плавник. Вот этот вот длинный спиной плавник он нам не нужен и в принципе он просит мясо. Его можно что использовать разве что в уху. Вырываем его также. Теперь мы отделяем голову. А теперь друзья самый важный момент в чистке на лима это мы его переворачиваем и самая большая ошибка людей которые начинают первый раз разделывают на лима это в том что на спине мясо очень большой слой но если мы его переворачиваем на спину животом кверху у него кожа живота очень очень тонкая и очень важно это нашим разделочным ножом очень аккуратно сверху ее подрезать не задев внутренности и это делаю так вставляю два пальца и надрезаю посмотрите какой желудок у налима вы видите друзья это семейство тресковых у большинства семейства тресковых не буду точно не помню но может быть у всех имеется вот такой желудок мы один раз поймали на одном озере сиго и сиго тоже красное мясо можно кушать засолить и через час кушать и мы когда его разделали увидели вот такой желудок мы подумали что рыба больная это еще много лет назад когда я только начинал заниматься рыбалкой из-за этого мы его выкинули а это оказывается желудок семейства тресковых ребят друзья как вы думаете что вот это это самое вкусное собственно для чего большинство людей ловит налима это печень налима посмотрите она в этом трофее очень большая сейчас мы будем ее очень аккуратно извлекать не повредив вот этим желчным пузырем самое важное тоже друзья надо очень правильно отделить желчный пузырь не разорвав его тем самым не спорти печень налима начинаем ребят вот наша драгоценная печень налима сейчас мы ее положим после чего мы ее промоем и повезем домой а далее мы убираем внутренности все ненужное налима вот такая вот красота должна у вас у всех получится если вы решили разделать налима посмотрите и вот чистое филейное спиной мясо в принципе филе это и есть весь налим является филе в нем практически нет костей кроме одного хребта сейчас мы пойдем это промоем дорогие наши любимые зрители ютуба Игорь Слагалов вот так вот выглядит конечный результат нашего красавца налима ребят впереди у нас огромное количество подобных охот правильной разделки рыбы и очень полезной информации оставайтесь на канале оставайтесь с нами подписывайтесь и это финальная стадия налима я не стал из него вырезать хребет потому что в нем костей практически нету единственная кость это вот такой большой хребет потому что я приду домой я его нафарширую дам жене и жена его приготовит фаршированного сливка в духовке если же вы хотите его разделать на филе и пожарить в кляре обвалять в муке то вы можете просто без проблем вот здесь вырезать его хребет и у вас останется просто сплошное мясо поэтому каждый готовит так как хочет друзья все еще раз остаемся с нами всем спасибо за просмотр до новых встреч всем пока